Доброе утро! Доброе утро, наши любимые телезрители! 14 апреля, вторник на календаре. В эфире ваша любимая программа Утренний Экспресс. Мы работаем для вас, чтобы вы сидели дома, никуда не уходили, и вам было радостно. Да, ну а век современных технологий позволяет нашей программе связываться с нашими гостями удаленно. И сейчас мы вас представим одной из наших гостей. Так, Анна Макаришина, парфюмер, очень редкая профессия. Аня, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, здравствуйте! Доброе утро! Так, подождите, парфюмер. Это есть какой-то институт, какое-то училище, где на это обучают? Да, сейчас уже есть в России, этому можно обучаться. Конечно, когда я начинала вообще изучать эту профессию, вообще это направление, это было очень сложно, было очень мало информации. Сейчас стремительно развивается парфюмерия в России, вообще ароматное искусство. И я обучалась в Санкт-Петербургской школе парфюмеров, сейчас есть и в Москве те, кто обучает. В общем, можно получить эту профессию. В общем, есть места, где можно обучиться всему этому делу, правильно? А вообще, какие дисциплины изучают парфюмеры? Я понимаю, наверняка химия. Органическая химия, да, изучается, очень много посвящается и технической части, и изучению компонентов, ингредиентов парфюмерных, и их правильному сочетанию, и безопасности. И, поскольку есть организации, определенные регламенты, которые регулируют ввод душистых веществ, это обязательно нужно знать, потому что это безопасность. Но самое-самое главное все-таки в этой профессии – это обоняние и практика. Я недавно услышала фразу, что можно научить делать духи за два часа, но научиться делать духи нужно учиться всю жизнь. И я с этим согласна. Ну, я вообще просто представляю в УЗИ. Сегодня ты сдаешь экзамен по обонянию. Есть такое? Да-да-да, такой экзамен действительно сдают, когда вслепую дегустируют компоненты, и нужно назвать. Соответственно, эти компоненты есть очень похожие, есть абсолютно разные, но нос нужно тренировать, каждый компонент нужно изучать досконально, чтобы понимать его сочетаемость, летучесть, то есть диффузность, как он будет открываться в сочетании с другими и прочее. Нос нужно тренировать. Да, Ань, вот я хотел спросить, что действительно обоняние можно натренировать? Да, обоняние можно натренировать. Это не быстро. Но если заняться, скажем, задаться такой целью, да, и заняться этим, то можно. Сколько нужно снюхать, чтобы тренировать нос? Скажите, пожалуйста, как вообще сейчас человек делает выбор аромата? Ведь такое многообразие их всегда в парфюмерных магазинах. Когда-то вот мы слышали, что есть такая теория, что если форма флакона человеку принципиальна, да, и если тебе внешне или внешне не нравится, рука не тянется. Вот как это используется в этой сфере? Или это все... Выдумки. Да, выдумки. Вот если флакон не нравится, то и рука не потянется. Безусловно, красивый флакон, это здорово, когда он есть. Это дополняет, конечно, эстетики, но все равно самое главное, самое важное, мы должны дегустировать аромат, мы должны его слушать, мы должны его разнашивать, то есть понимать, как он с нами взаимодействует в течение некоторого времени. И по флакончику уже давным-давно никто не выбирает, ну разве что, если этот флакончик только потом где-то будет стоять для красоты. Вопрос, вопрос. Можно сразу, извиняюсь за то, что перебиваю. Еще одна теория, я слышал, что этот аромат твой, если ты сам его не ощущаешь. Это правда или нет? Ну, знаете, это такая вот история. Ну, можно и так, конечно, сказать. То есть, смотрите, суть в том, что когда вы наносите аромат, у нас начинает... То есть у нас его рецепторы наши подхватывают и начинает происходить аналитический процесс. И, конечно, если аромат не нравится, если он не подходит, то вы его будете слушать, он постоянно будет вам казаться навязчивым, где-то звучать постоянно. И вы будете, там, не знаю, через полчаса, через час кого как будет, конечно, хватать, вы захотите его просто убрать, смыть, там, каким-то образом удалить его с себя. А если же рецепторы отключаются, если они привыкли, и наш обонятельный... ну, и вообще наш анализ прошел позитивно для нас, то зачастую мы можем просто отключиться от этого анализа и все. Иногда улавливать этот аромат где-то там, когда ветерок подул, или там с волос вы трогали, и пошел аромат. Ну, таким образом, с одной стороны, можно так сказать, конечно. Ну, вот, то есть на это стоит прежде всего обращать внимание при выборе аромата, да? Стоит обращать внимание, да, на комфорт. На комфорт в его ношении. То есть вы его нанесли и пошли. Насколько вам комфортно с этим ароматом проживать то время, пока он на вас есть. Сколько времени должно пройти, вот мы зашли в парфюмерный магазин, брызнули на себя, и сколько должно пройти, чтобы ты свыкся с этим ароматом? Сколько времени? Я вообще советую нанести вот все, что вам нравится в парфюмерном магазине, и уходить на целый день. И сегодня возвращаться. Потому что разная стойкость у ароматов, и, соответственно, какой-то аромат может продержаться там 2-3 часа, а какой-то целый день. Вот, поэтому вам нужно полностью прожить весь спектр раскрытия этого аромата. Аромат состоит из некоторых нот, так называемой альфакторной пирамиды. И в разный момент времени вы будете ощущать разные компоненты. Ну, по крайней мере, было бы так хорошо, если бы это было так, потому что аромат должен играть и раскрываться. Так вот, вам нужно прожить все грани этого аромата. Супер! Ну, быстренько, вот быстренько. В двух словах. В двух словах. Какие ароматы сейчас популярны? Это такая, знаете, тема. Вообще, мода, она очень такая... Нет какого-то, знаете, такого процесса, вот точно будет в моде это, или точно будет в моде это. Она настолько вот... Изменчива. Нечайно, скажем так, нагрянет. Но то, что я хочу сейчас сказать, идет мода на индивидуальность. То есть ароматов очень-очень много. И разных направлений очень много. И я, по крайней мере, в моем окружении нет людей, которые говорят, точно я буду носить в этом сезоне цветочный аромат или, не знаю, зеленый, например. Есть мода и тренд на индивидуальность. Понятно. Я иду покупать то, что мне нравится. Пусть это будет, там, сочетание сахара и елок, к примеру, да, но мне это нравится. И без разницы вообще, модно это или не модно. Спасибо большое. Анна Макаришина, парфюмер. Спасибо, что это утро разделили с нами. Мы желаем вам всего самого доброго и хорошего. Спасибо. Спасибо. Да, ну а прямо сейчас расскажем, какие меры применяются в нашей области для обеспечения уральцев защитными масками и костюмами. Давайте посмотрим. Продолжение следует...